В России у Виктора Бута явно нет репутации торговца смертью, хотя под такой кличкой его многие знают в Соединенных Штатах. В МИДе считают, что американское правосудие выполняло явный политический заказ, когда выносило бизнесмену приговор. Но это дело обычное. Те россияне, которые за рубежом считаются особо опасными преступниками, на родине чувствуют себя более или менее спокойно. В прошлом году журнал Forbes составил вписок 10 самых разыскиваемых преступников мира, консультируясь с правоохранительными органами разных стран. Например, с ФБР. В этом списке оказался, например, Семен Могилевич. Forbes писал, что ФБР считает Могилевича не только крупным биржевым махинатором, но еще и обвиняет его в организации заказных убийств, торговле оружием и подозревает в причастности к торговле ядерными материалами. Самые большие проблемы с законом, которые у Могилевича возникали в России тем временем, касались уклонения от уплаты налогов. Это известное дело Арбат Престижа. В прошлом году с Могилевича сняли все обвинения. В списке самых разыскиваемых преступников есть и другие россияне. Например, Алимжан Тахтахунов. Он известен также как Тайванчик. Правительство США считает его главной фигурой международной организованной преступности в Евразии, а также обвиняет в подкупе судей во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. В России у Тайванчика репутация мецената культуры и бывшего совладельца крупных казино. В списке ФБР нашлось место и для Виктора Бута. Его тоже считали одним из самых разыскиваемых торговцев оружием в мире. К тому же он, по мнению Вашингтона, представлял опасность для американской государственной безопасности. Среди россиян, на которых охотятся зарубежные спецслужбы, числится и лидер чеченских боевиков Доку Умаров, который поставил перед собой цель создать Исламский Эмират на юге России, который взял на себя ответственность за целый ряд терактов. Например, за взрыв в московском метро и за взрывы в аэропорту Домодедово. Наконец, еще одно место в списке разыскиваемых россиян отведено Адаму Делимханову, который в прошлом был председателем правительства Чеченской Республики. Он родственник главы Чечни Рамзана Кадырова и член партии «Единая Россия». Но за рубежом его знают как одного из вероятных убийц Сулима Ямадаева, экс-командира батальона «Восток». Другими словами, Москва в глазах зарубежных спецслужб наверняка выглядит как Лондон в глазах спецслужб российских, то есть как город, где преступники могут найти себе надежное укрытие. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч на дожде. Пока.